111 микрорайон уже снискал себе славу проблемного квартала в плане завершения строительства. На этот раз объектом пристального внимания мэра Улан-Удэ стали дома, возводить которые взялся Ситистрой. Однако, судя по всему, выполнение в срок муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилья на грани срыва. Строительные работы хоть и ведутся, но непозволительно медленно. При полном финансировании строительная готовность объекта в 2015 году составляет примерно 50%. И это при том, что муниципалитет должен сдать дома к концу этого года. Такой неспешный подход к реализации программы и, по сути, ее срыв возмутил мэра Улан-Удэ. В конечном итоге, претензия сейчас, должна быть, должен быть какой-то боевой настрой, потому что мы обязаны сдать и принять решение. Вовремя надо все делать. Календарный год не резиновый, отметил Александр Галков. О невыполнении в срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилья грозит городу серьезными проблемами. Федеральная власть попросту может отказать субъекту в дальнейшем финансировании программы. Руководитель администрации привел свои доводы в затягивании строительства. Судебные дела здесь тоже вошли. Судебные дела тоже сделали так, что мы не можем оплачивать строительным ни копейки. Поэтому строится свой счет. Я думаю, что в этих случаях нам нужно тоже помочь, постараться. Мы в федерации никак не можем помочь, но давно будем сегодня постоять. Вернуться к обсуждению этого проблемного строительства было решено через две недели на очередном рабочем совещании. Зоя Синишеева, Алексей Жилин и Булат Бадмаев. Новости дня.